Приветствую! Это шоу Красного Цинника. Мы ищем чужихи там, где они есть, и там, пообщем мнению, их быть не может. Когда Фрэнк Герберт писал свою дюну, то вряд ли догадывался, что создает феномен. Он просто творил, используя свои обширные знания, полученные в процессе самообразования. Такой Герберт был человек. Интересную тему он старался изучить со всех сторон. Причем не как подавляющее число современных интернет-дятлов, почитающих себя орлами, а как настоящий исследователь. В итоге в дюне в единый сложный клубок сплелись. История государства и права, политика, религия, психология, точные и технические науки, экономика и, разумеется, экология. Роман увидел свет в 1965 году, причем с большим трудом. Произведения долго не хотели публиковать. Большинство издателей казалось, что эта мудреная чудная зверюшка взлететь не сможет. Но всем назло, роман быстро приобрел популярность, получил несколько премий и даже стал знаменем зарождающегося экологического движения. Дюна – это один из самых влиятельных романов 20 века. Источник вдохновения для множества писателей, режиссеров и сценаристов. Книга оказала неожиданно огромное влияние на игровую индустрию. Из игры по дюне торчат уши всех современных стратегий в реальном времени. Первая экранизация романа появилась в 1984 году. Как и в случае со «Звездным десантом», культовую классику доверили культовому режиссеру. К счастью, не Верховину, а Дэвиду Линчу. Второй экранизации Дюна удостоилась в 2000 году. На этот раз в виде телевизионного мини-сериала, который многие считают более близкой к оригиналу адаптации, уделывающей фильм Линча просто на раз. Правда ли это, мы узнаем прямо сейчас, столкнув фильм с телесериалом и заодно сравнив обе экранизации с творением Фрэнка Герберта. Бессмысленно начинать разбор, не сказав несколько слов о вселенной Дюны. Не зная ключевых законов этой вселенной, бессмысленно будет такой разбор смотреть и слушать. Итак, будущее. Прошло примерно 20 тысяч лет. Человечество расселено по всей вселенной, но экспансия эта не была устлана лепестками роз. Различные конфликты, глобальные крестовые походы и другие социальные потрясения превратили мир будущего в феодальное государство галактических масштабов. Возглавляет его по дешах император, которому на принципе сюзеренитета-вассалитета подчиняются аристократические семейства, так называемые дома. Однако реальными силами, управляющими вселенной, являются экономика и логистика. Император и ассамблея великих домов — это мажоритарные акционеры галактической мегакорпорации, которая вроде бы заправляет всеми экономическими делами вселенной, но на самом деле находится в кабальной зависимости от третьей стороны. Гильдии космической навигации, обладающие монополией на межзвездные перелеты. Но и сама гильдия лишь рабыня самого ценного вещества во вселенной — Спайса или Меланджа. Пряности, которую можно найти только в одном месте во всей вселенной — на пустынной планете Арракис или Дюне. Именно Спайс позволяет навигаторам предвидеть варианты возможного будущего и таким образом избегать опасностей во время гиперпрыжков. Без пряностей нет межзвездных полетов. Нельзя не упомянуть и о женском ордене Бенегессерит — древней школе ментально-физического воспитания, обладающей огромным политическим и социальным влиянием. Главная ее цель — это правильная эволюция человечества и в итоге выведение сверхчеловека — так называемого Квизас Хадырака. В практической Евгенике дамочкам помогают особые сверхспособности и адские приходы от правильно сваренного Спайса. То, что простые обыватели видят в этом нечто сверхъестественное, играет ордену только на руку, ибо человекам, опутанным суевериями, предрассудками и религиозными догмами, проще управлять. Таким является мир, где однажды на Арракисе сталкиваются силы, управляющие вселенной для того, чтобы эту вселенную до неузнаваемости изменить. А начинается все с того, что император отбирает дюну у Харканенов и передает ее во владение Атрейдисов — их смертельных врагов. Центром же всего повествования является Пол Атрейдис, маман которого, леди Джессика, забив на все приказы своего бенгисеридского ордена, рождает любимому герцогу лета сынишку вместо дочурки. Ну и прокачивает его по всем правилам своей школы. Художественный фильм начинается с красивой женщины и глупостей, не имеющих к оригиналу никакого отношения. К императору Шадаму IV заваливает, значит, неведомая долбанная фигня, изображающая космического навигатора, и принимается монарха дрючить. Почему долбанная фигня? Да потому что в книге навигаторы выглядят обычными людьми, которых выдают только глаза. У всех меланшевых торчков глаза, в том числе и белки, целиком синюшные. Существо же из фильма на человека не похоже вообще. Показан какой-то эмбрионоподобный фрик, которого подавляющее большинство сочтет за пришельца. Такой вот уродец и допрашивает Шадама. Чего мол там у вас за подковерные интриги с Аракисом? Император отвечает неканоничной ересью. Разумеется, никакого звукового оружия в оригинале нет, а причины императорского заговора куда прозаичнее и логичнее. Впрочем, далее следует другая неканоничная ересь, теперь уже от навигаторов. Я имею в виду Пола Атридиса. Мы хотим, чтобы его убили. В книге навигаторы увидели для себя угрозу в лице Пола гораздо позже, уже после того, как Атридисы перебрались на Аракис. Показанное же в фильме является полным и абсолютным бредом. Почему, мы объясним потом. Сериал начинается с краткого тизера следующих серий. Именно так, по мнению авторов, должны выглядеть вещи и сны Пола Атридиса. Скажем сразу, вариант Линча с неясными образами, наполненными символизмом и мыслями главного героя, смотрится куда адекватнее и атмосфернее. Как бы то ни было, общей чертой адаптации стало то, что Пол в первоисточнике пятнадцатилетний шкалакет превратился во взрослого мужика. Впрочем, несмотря на свою молодость, книжный герой обладал всеми достоинствами благородного воспитания, бенгисерийского обучения и ментасского ума. Есть ли все это в экранизациях? В киногерое, сыгранном Кайлом Маклахланом, да, он сумел показать и ум, и собранность, и достоинство, и обученность, как ментальную, так и физическую. В сериале же, где главного героя сыграл Алик Ньюман, Пола Атридиса нет. То есть, вообще, кто вместо него? Да какой-то тупой раздолбай с повадками истерички и мозгами дошкольника. Но все ему не так, все его не устраивает, все ему непонятно. Он поймет, что я чувствую? Бросит свой дом ради куска высохшей пыли на краю вселенной? Ну а в фильме нас знакомят с важными людьми из ближайшего окружения Пола, его друзьями и учителями. Друзей-сверстников у нашего героя нет. Почему? Да потому что задолго до всяких там Мартинов, Герберт создал мир полной жестокости и реализма. В этом галакто-средневековье за каждым углом может подстерегать убийца, а каждую шоколадку надо проверять ядоловом, что установлены на каждом шагу. Левый друг – это или потенциальный киллер, или средство шантажа. К благородным пускай только проверенных и перепроверенных, да и то это не всегда помогает. Такое вот доброе будущее. Итак, наставниками Пола являются Суфир Хават, Горний Халлек, Донкан Айдаха и Веллингтон Юи. Многие, наверное, уже задались вопросом, что это за ментаты такие и откуда вообще взялись? Ну все очень просто и одновременно сложно. Когда-то давным-давно всякие разные компы возомнили себя скайнетами, со всеми вытекающими из этого последствиями. А фонаревшие человеки объявили мыслящим машинам джихад и выпилили всех болгарками. Место компов заняли специально обучаемые и взращиваемые люди – ментаты. Особо элитными в этом чернушном мире почитаются мастера по смертоубийствам, типа Хавата. И если в картине Линча все, что связано с жестоким будущим и ролью ментатов умело доведено до зрителя, то в якобы самой лучшей экранизации дюны всех времен и народов эти ключевые вещи слитые в отель. Уровень суровости в сериале понижен до нуля, а ментатов там нет. То есть вообще. Вместо них какие-то левые дядьки без личностей, непонятно зачем нужные и ничем особым не выдающиеся. Но вернемся к сюжету. Пока семья Пола готовится к отлету, к ним заваливает бингисеритская шишка, преподобная мать. Она дрючит Джессику за то, что та слишком много о себе возомнила. Ты правда думала, что сможешь родить Квизац Федрахас? Сверхчеловека Вселенной? Как ты смела! Теперь Полу положено пройти особый тест, чтобы определить, тварь он дрожащая или право имеет. Я держу иглу Гом Джабар у твоей шеи. Это убивает только животных. Тут снова не обойтись без лирических отступлений. Во-первых, главной особенностью книги является психологизм. Да-да, задолго до Джорджа Мартина. А важнейшим инструментом этого психологизма являются мысленные реплики героев. Без них Дюна это лишь бледное подобие самой себя. Во-вторых, книжная леди Джессика это очень сложный персонаж. Например, бенгесеритская выучка сочетается в ней с огромнейшей любовью к своим родным. Показать такое на экране весьма непросто. Что мы видим в экранизациях? Да то, что Линч снова сумел выделить из книги самое важное и перенести на экран. Есть и мысленные монологи, и, на примере эпизода с Гом Джабаром, любовь матери, пробивающаяся сквозь маску бесстрастности. Мой сын живет. Что в сериале? Да опять, ничего. Почти все мысленные монологи были вырезаны к чертям, а то, что осталось, переработано в диалоги и бормотания. Поскольку для нормальных людей подобное поведение неестественно, то бубнящие персонажи выглядят как дегенераты, не способные думать про себя. Кроме того, все это является ярким признаком художественной бездарности. Ну и, разумеется, сериальная Джессика, что не выдерживает никакой критики. Нам впаривают какую-то левую тетку по кличке Бревно, которая не имеет ничего общего с прототипом. Сюжет, тем временем, переносит нас на малую родину Харканенов, дабы познакомить с людьми по другую сторону фронта. По визуальной составляющей в виде зашитых рож, угарного кумара и атмосфере всеобщего безумия, обиталище антагонистов Атрейдисов запросто можно перепутать с филиалом ада. Рулит им Владимир Харканен, злобный, но хитрый человек. Правда, Линч зачем-то решил сделать из весьма неглупого, пусть и жестокого. Барона, откровенного дегенерата. А поскольку и этого режиссеру показалось мало, Владимиру были добавлены гнойные язвы на Рыле и стремление к некрасодомии в душе. Помогают злобному уроду Свин и Стинг, его племянники, а также Ментат Питер, который и знакомит нас с изнанкой хитрого сговора императора с бароном. Ни один великий дом из Лансраата не должен узнать о том, что император помогал барону. В сериале события развиваются примерно по тому же сценарию, с поправкой на актеров категории B и более точным цитированием книги. Жаль, что не во всем. Не обошлось без всяких сценарных ноу-хау и извращений героев. Например, гадкий, но харизматичный Ментат, безупречно, кстати, сыгранный в фильме, в сериале превращен в пустое место, а так называемому барону не достает нужной харизмы. Добродушный толстяк из Эйса Вентуры на роль хитрожопого подонка, но никак не тянет. Далее показывают перелет от Рейдисов на Арракис, а мы возвращаемся к вопросу, почему линчевское всезнание навигаторов является идиотизмом. Да потому что во время межгалактического путешествия все пассажиры находятся в полной власти гильдии космогации. Если пол является настолько серьезной угрозой мироустройству, то во время перелета от Рейдисов просто гарантирован несчастный случай, причем без всяких там дурацких планов. Спайс должен течь рекой и точка. Кстати, о навигаторах. Линч зачем-то добавил в Дюну фэнтезю. Пилоты у него, мол, перемещаются без движения, находясь одновременно и здесь, и везде. Другими словами, они тупо переносят свои гигантские корабли на любые галактические расстояния по хлопку ладоней. Должность у меня такая, только и делаешь ты ничего не делаешь. Впрочем, сериал тоже хвалить не за что. Пилот-навигатор здесь вообще какой-то крылатый урод. Логика Линча хотя бы понятна. Навигаторы у него это как бы мутанты, у которых из-за жизни в невесомости и атрофии ненужных органов прокачивался только мозг. А о чем думали сериальщики? Типа, раз пилот, то без крылев вообще никак, да? На очереди, видимо, моряки-подводники с ластожабрами. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Как бы то ни было, спустя считанные часы Атрейдисы оказываются уже на новом ПМЖ, на Дюне. Планета на редкость неприветлива, особенно для людей, привыкших к морю. А раки состоит из сплошных скал, гор и пустынь. В основном, конечно, пустынь. Воды так мало, что местные вынуждены перерабатывать даже продукты своей жизнедеятельности при помощи специальных костюмов, так называемых стилсьютов. В фильме Линча эти мега-девайсы смотрятся почти на ура. Над дизайном работал специалист, и это заметно. Сериальный же костюм — это чисто пижама. Да только в этой пижаме есть то, без чего дизайнерские навороты из фильма попросту бессмысленны. Во-первых, это цвет, который лучше подходит для маскировки и отражения солнечного света. А во-вторых, плащи и покрытие головы, без которого в пустыне минуты через три гарантирован солнечный удар. Тем временем в сериале начинается вообще лютая ересь. Дочка императора Ирулан, в книге проявлявшая себя в основном лишь как автор эпиграфов главом, получила здесь чуть ли не одну из главных ролей. И как будто этого было мало, она еще и показана либералом-правдорубом, находящимся в оппозиции к своему папаше-самодержцу. А на Арракисе местный эколог устраивает герцогу экскурсию по местам добычи спайса. Собирают его в пустыне, где главной опасностью являются громадные песчаные черви, ползущие на любой ритмичный звук. Но еще больше мегачервяков привлекают защитные поля человеков, от которых кольчатые становятся, но просто одержимыми. Технология добычи пряности вроде бы отработана, но частенько люди не успевают за всем уследить, и черви проглатывают местные бульдозеры вместе со всем содержимым в один глоток. Что и происходит во время герцогской экспедиции. Папаша Пола показывает себя с лучшей стороны, плюет на Спайс и успевает спасти людей, чем несказанно удивляет аборигенов. Его больше заботят его люди, чем Спайс. Я должен признать, несмотря на прежние выводы, мне нравится этот герцог. После экскурсии на жизнь Пола совершается покушение. В фильме Линча этот эпизод безупречен с точки зрения атмосферы и духа книги, но страдает с точки зрения логики книги. Орудием убийцы является особый мегадевайс. Движется он при помощи специального поплавкового поля и управляется оператором поблизости. Это самое поле сильно искажает изображение, получаемое убийцей, поэтому тот способен реагировать только на движение. Что показано в фильме? Камера от первого лица, где нет даже намека на искажение. Танцуй, Пол, или стой на месте без разницы. Оператор видит его рожу в Full HD. В сериале в технические подробности не вдавались, зато атмосферно этот эпизод бездарно слит. Пол выглядит как скучающий выродок, которому убийца помешал завалить служанку на кровать. Его дальнейшие реплики и поведение дело особо не исправляют. Как бы то ни было, благодаря своим навыкам и способностям, Пол остается жив, а агент уродов Харканинов бесславно умирает. С последним связано интересное сериальное ноу-хау. Я же сказал, что хочу, чтобы этот ублюдок от Рейдис чувствовал себя уверенно, но нет, вы должны были сделать все по-своему, а ваша инициатива сделала их лишь более осторожными. Это полный и абсолютный бред, ставящий крест на всей логике вселенной. В мире, где за каждым углом подстерегает убийца, именно тишина и безопасность будут считаться подозрительными. Линч же, само собой, этот вопрос проработал мастерски и умело. Мы находим эти устройства слишком легко. Впрочем, покушение является лишь частью коварных планов барона, ибо в стройных рядах от Рейдисов прописался гнусный предатель. В фильме он проявляет себя сразу, в сериале лишь после званого ужина местной элиты, на котором вдруг появляется принцесса Ирулан. Да-да, та самая, с которой книжный пол познакомится только в финале. Кстати говоря, в первоисточнике Пол показал себя на ужине, как человек с зачатками лидера, с которым стоит считаться. Кем он изображен в сериале? Да истеричной инфантильной бабой! Лучшая экранизация Май-Эс! Вернемся, впрочем, к предателю. Кто же этот урод? А доктор Юи, втайне работающий на Харканенов, и лелеющий надежду, что те вернут ему жену. Ага, так и будет! И это самый спорный эпизод и книги, и, само собой, экранизаций. Предать смерти тысячи людей ради того, чтобы его жена померла, не мучаясь, а именно это являлось реальной целью, на которую рассчитывал Юи, это как-то не того. Итак, добрый доктор не доверял Харканенам, поэтому решил подстраховаться, но по-странному. Вживил одурманенному наркотой герца Гулета зуб с ядовитым газом. То есть, когда Владимир подойдет поближе, нужно на зуб надавить, и подонок тут же умрет. Идея неплохая. Главное, не зевнуть там случайно или зубами не заскрежетать, особенно, когда есть отчего. Ну а Юи надеется на то, что Харканины не выполнят обещания. Иначе и доктору, и его только что освобожденной жене, тут же светит смерть, как возможным соучастником убийства. Ибо шансы на то, что погибнет вся четверка отморозков, крайне малы. Плафиши, впрочем, не разочаровывают. Есть идеально. Ты хочешь к ней? Чего надо? Иди к ней. И снова, если в фильме Линча Юи сыгран безупречно, то в сериале показано какое-то говно. Впрочем, такая же картина нас ждет в следующем эпизоде, где папашке Поло не удается травануть Владимира. Вместо барона погибает ментат Питер. Ну и разумеется, детская труппа из села Ромашково сыграла бы этот эпизод лучше, чем он был поставлен в сериале. Зуб. Нет! Чим-чим-чим-чим-чим! Хай! Тем временем Харканины пачками вырезают от Рейдисов. В боях массово участвуют императорские сардукары, элитные воины-убийцы, прокаченные звери, прошедшие естественный отбор на планете-тюрьме, где порядки круче, чем в исправительных учреждениях из вселенной Ридика. Неа! Ничего общего с некрозоопедофилами и с Плео тут нет. Предлагаю самим представить, что будет, если понабрать зэков и послать их далеко на север охранять тундру от барабашек. При этом надо обязательно заявить, что они навсегда лишены тепла и женщин, и дать им в руки оружие, предоставить укрепление, автономность и научить воевать. В обмен на службу сардукарам дают элитный общественный статус, кучу бабла, доступ ко всем развлечениям вселенной и возможность удовлетворять свои кровожадные потребности. И вот в отображении этих сволочей сериал безоговорочно обходит кинофильм, где сардукары это то ли мутанты, то ли пришельцы, дышащие каким-то левым газом в русских скафандрах. В оригинале же это люди. Ублюдки и подонки, конечно, но люди. Пятеро заложников у нас осталось. В бою с ними погибает Дункан Айдахо. В книге это произойдет гораздо позже, уже после того, как он успеет приложить руку к спасению Пола и Джессики. В сериале этот эпизод есть, но лучше бы его не было, поскольку вместе с ним пролезает такая сценарная идиотия, что хоть свет тушит. Итак, барон поручает своим приспешникам вывести родичей Лето глубоко в пустыню, чтобы их захавали мегачервяки. Сериальные харканины тупо выполняют приказ барона и улетают, при этом героев развязав. Ну а те, очнувшись, начинают бояться почему-то не пустыни, а баронских патрулей. Какого рожна, непонятно. В книге же баронским солдатам приспичило с Джессикой позабавиться. Однако герои использовали свои сверхспособности и спаслись из лап покотливых харканиновских макак. Именно этот эпизод Линч и показал. А вместе с ним самое важное – голос. Бенгисеритскую фишку, которую, кстати, у Герберта потырил Лукас. Это не те дроиды, что вы ищете. Это не те дроиды, что мы ищем. Как бы то ни было, герои оказываются в пустыне. Кругом песок, воды мало, червей много, но им везет, и они находят тех, кого искали – фриманов. Правда, знакомство поначалу не заладилось. По своему обыкновению свободные хотели, как бы это сказать, выжать незваных гостей досуха. Ничего удивительного, труп герцога они бы тоже выжили и употребили, только волей дай. Впрочем, спецподготовка героев несказанно поднимает их авторитет среди аборигенов. Надо сказать, что фильм Линча очень пострадал от многочисленных редакторских правок. Из него была вырезана прорва заснятого Дэвидом материала. Один из ярких примеров – встреча Фрименов с Полом и Джессикой. Более полную версию можно увидеть в расширенном издании фильма, которое тоже, впрочем, является лишь жалким огрызком замыслов Линча. Однако, даже будучи обрезанным, этот эпизод выглядит взрослее и продуманнее, чем в сериале, где фэнтезио соседствует со сценарным дебилизмом. По мнению авторов теледюны, продвинутость боевых искусств будущего заключается в мегаприеме под названием «Телепортация Скорпиона» из Mortal Kombat. Ну а когда Джессика, вроде сверхбоец и супертактик, становится спиной к толпе вооруженных людей и пытается качать какие-то права, возникает невольное желание швырнуть чем-нибудь тяжелым в экран. Как бы то ни было, фримены принимают наших героев в свои ряды. Так что это за фримены такие? А те аборигены Аракиса, которые не желают пахать на инопланетных добытчиков Спайса и жить в городах. Фримены обитают в пустыне и знают все тайны своей планеты. Например, то, что драгоценный Спайс представляет собой засохшие какашки детенышей мегачервяков. Правда, сей факт не мешает свободным эти какашки туннами жрать и делать из них всякие разные ништяки. Главной особенностью фрименов, да и как уже говорилось вообще всех меланжевых торчков, являются синюшные глаза. В экранизациях к этому делу решили подойти по-своему. Глаза в них как бы светятся синевой. И если вариант Линча выглядит более-менее естественно, круто и отторжение не вызывает, то в сериале глаза отчего-то сияют противной галогеновой голубизной. В следующей экранизации нас, видимо, ждут тысячеватные прожекторы. Вернемся, впрочем, к фрименам. Харканины считают их жалким малочисленным сбродом. Но на самом деле свободные, которых чуть ли не миллионы, являются самыми крутыми бойцами во всей вселенной. Тут очередной прокол проскакивает именно у Герберта. Ведь у него даже женщины и дети фрименов способны пачками класть не абы кого, а самих сардукаров. Причем даже без уроков пола от Рейдиса. При этом аборигены описаны весьма сухопарыми людьми, у которых из-за дефицита драгоценной влаги нет даже грамма лишнего мяса. А это означает, что в реалии, какими бы навыками стелс-пехоты фримены не обладали, с отожранными убербайцами им в рукопашную можно справиться только толпой. В фильме Пол тоже начинает обучение фрименов. Только не способностям бенегесерит, а использованию звукового оружия, разносящего в клочки даже горную породу. Всего-то делов. Взять в руки унылого вида фигню, вторую фигню прикрепить на шею, сделать вид, что целишься, повысь с умным видом, и тут же произойдет выстрел по мощи, сопоставимый с гранатометом. Пикантности добавляет тот факт, что наиболее разрушительным воздействием обладает нынешнее имя Пола среди местных – Муаддиб. Выясняется это случайно, но наш герой тут же делает вывод, что фримены уже готовы к бою. Осталось только оседлать червя и доказать свой статус. Пол это делает, и все, перед нами состоявшийся вождь мировой революции. «Менит такой молодой и юный, хотя впереди!» Разумеется, за кадром остались пророчества фрименов, бенгессеритская работа над этим суеверием и тот факт, что уважение свободных Полу пришлось долго и упорно добиваться. Зато почти все это, а также многое другое, есть в сериале. Впрочем, сильно радоваться этому все-таки не стоит, ибо не обошлось без вранья, неточностей и откровенного бреда. Во-первых, Ньюман на харизматичного вождя не тянет и речи произносить не умеет. Весьма сомнительно, что за его козлиным блеянием вообще кто-нибудь пойдет. Во-вторых, сверхспособности Пола здесь заключаются только в пророческих видениях. Ни бенгессеритской выучки, ни военных познаний, ни ментасского ума в нем нет. В-третьих, поставлен большой и жирный крест на главнейшем – смертоносности пустыни и ценности воды. Поселение фрименов располагается здесь чуть ли не под открытым небом, а одну свою мега-речь Пол завершает от винти в кранике с водой. Драгоценное влага литрами льется на землю, а сериальные фримены с благоговением на эту ересь смотрят. «Да за такую хрень Пола бы на куски порезали! Пророк он там или Шмарок!» Так или иначе, проходит два года. Обученные фримены массово убивают людей и солдат противника, взрывают спайсовые комбайны и тем самым перекрывают трубу, через которую торчкам-навигаторам льется поток пряностей. Гильдия недовольна, Император недоволен, Харканины недовольны. Надо что-то решать. Шадам летит, чтобы лично разобраться с проблемой. Пол тем временем решает устроить себе очередную проверку и глотнуть волшебной водице, в которой утоп червь. Той самой, от которой до этого дохли все мужики. Но данного факта Линчу показалось мало, поэтому его Пол решает пройти испытания прямо посреди пустыни. Ну а чего тут такого? Ляг на раскаленный песок и наслаждайся закипанием мозгов. Тут даже без чудоводицы адских приходов не избежать, а уж с ней и подавно. Но все проходит отлично. Уже буквально утром Пол просыпается перерожденным. И это несмотря на то, что в книге он лежал в коме аж три недели, а благодарные Фримены уже прикидывали, сколько из него можно выжать воды. В сериале этот эпизод есть, а вся данная история передана пусть не так эпично, но зато чуть более аутентично. Новообретенная связь с Астралом предупреждает Пола о визите Императора, и Муаддип планирует решающее нападение под прикрытием Мегабури, которая должна вывести из строя защитные щиты. Кстати, о буре. Ее нет. Вообще никакой. Ни Пол, ни его люди даже не делают вид, что закрывает глаза от песка. И лихо стреляет прямо с червяка звуковым оружием по сардукарам. Император в шоке. Харканин в ярости, но недолго. Сестра Пола царапает его иглой с ядом, и старичок умирает в муках. Девчонка, кстати, еще тот мега эпик. Одно из украшений кинофильма. Когда Пол с Фрименами добираются до Шаддама, тирании Императора приходит конец. Наступает время тирании Муаддива. Но не сразу. Недобитый племянничек барона вызывает ненавистного Атрегиса на дуэль. Да только худосочный Стинг на многократного победителя гладиаторских олимпиад не тянет. Ну совсем. В книге описан мускулистый атлет, выглядящий намного массивнее Пола. Разумеется, сериальный вариант смотрится гораздо лучше. Зато сам бой – нет. Ибо творящийся на экране беспредел напоминает смесь боевого ГПК с балетом. Как бы то ни было, Пол побеждает, шлет гильдию на три буквы, Шаддама в угол, женит на себе Ирулан и сам становится Императором. Вроде всё, но не совсем. Ибо Линч пожелал закончить свой фильм мега эпично. Поэтому обрушил на Дюну ливень просто охренефигической силы. Чем, разумеется, не только ухайдокал всех червей в округе, но и перечеркнул одну из важнейших идей книги – экологию. В первоисточнике Фримены собирали драгоценную влагу буквально по капле для того, чтобы адскими усилиями, путём хитрой рассадки растений, сделать планету зелёной. Ну, через пару-тройку сотен лет. Линч же, походу, озеленил планету махом за один разок. Это, разумеется, плохо, но не во всём. Ибо, извратив один элемент книги, Линч жирно подчеркнул другой, не менее важный. Ведь Муадиб действительно является сверхчеловеком, квиза с хадыраком, что кардинально меняет мироустройство. 300 сухих, но каноничных слов Линч заменил эффектным, пусть и еретичным ходом. Он показал избранность Пола визуально, послав зрителю мощный эмоциональный заряд. А что в сериале? Да ни хрена там нет. Вся дутая избранность Пола заключается в идиотских белых одеждах. Вы хомячка ещё нарядите и заявите, что он квиза с хадырак. Ни фильм, ни сериал идеальными экранизациями не являются. В них полно недостатков различной степени значимости. И в сюжетной части, и в визуальной, и даже в технической. К уже сказанному ранее можно добавить целый вагон и маленькую тележку у косяков. Например, в обеих экранизациях провалена идея сверхэкстремальности жизни в пустыне. Она никак не визуализирована. Особой жажды никто не испытывает, жары не боится, а стилсьюты носят так, будто это не жизненно важная необходимость, а форма такая крутая. Сардукары не тянут на элитных бойцов, а фримены на роль их победителей. Ментаты Линча обзавелись лохматыми бровями а-ля Брежнев. Барон, вожделенно облизывающийся при виде племянника в мегаплавках, позывами к инцесту. Добавились молнии при появлении червей. Защитные поля изображают дергающиеся параллелепипеды. А шмотки двадцать какого-то там тысячелетия до одыри напоминают одежду царской России. Подсознательно так и ждешь. Ваше благородие, французы наступают! Сериал же отличается режущей глаз компьютерной графикой, тряпично-картонными задниками и не менее дебильными нарядами в стиле «вырви глаз». А еще фрименами, которые фрименов напоминают слабо. Например, подружка Муадиба похожа на человека, выросшего в условиях дефицита воды, примерно так же, как персонаж Дженнифер Лоуренс в «Голодных играх» на человека, выросшего в условиях дефицита жратвы. Ну и так далее и тому подобное. Итак, обе экранизации не идеальны. Но какая из них более близка к оригиналу? Ответить на этот вопрос очень сложно. Все зависит от того, с какой стороны подходить к оценке данных произведений. Для меня ответ очевиден, и фанатам сериала он вряд ли понравится. Дело в том, что Линч – великий режиссер, а его дюна – произведение искусства. Подчеркивают это выдающийся визуальный ряд, великолепная музыка, потрясающая атмосфера и замечательная актерская игра. К сожалению, далеко не все получилось сделать таким, каким хотелось. Как уже говорилось, картина Линча подверглась многочисленным сокращениям и модификациям. В итоге фильм кажется скомканным, неполным, событийно ужатым. Не зная книги, многое в нем покажется непонятным. Зная книгу, многое окажется еретичным. Тем не менее, в отличие от «Не буду говорить кого», Линч все-таки уважительно отнесся к первоисточнику. Он прочитал дюну, понял ее суть, и когда коверкал одни идеи Герберта, то делал это вовсе не для того, чтобы продвинуть что-то сопливо-розово-эльфийское, свое, абсолютно левое. А для того, чтобы подчеркнуть другие, не менее важные идеи Герберта. Сериал же воспроизводит оригинал более подробно. В нем присутствуют интересные и важные сцены, на которые в фильме Линча нет даже намека. Но всегда есть «но». Как много бы ты текста в картинку не переводил, грош твоим усилиям, если ты не понимаешь заложенных в первооснову идей. В сериале атмосфера оригинала слита в утиль, а персонажи выглядят жалкими пародиями на самих себя. Им приписывается поведение и поступки в первоисточнике попросту немыслимые. Это, а также посредственные актеры, постановка и так называемое расширение сюжета гробят все плюсы телеверсии на корню. В итоге, да, сериал ближе к оригиналу по размеренности событий и наличию большего количества книжных эпизодов и цитат. Да только и вранья там не просто много, а очень много. В свою очередь в кинокартине тоже жести полно. Зато по эмоциональной наполненности, отображению атмосферы вселенной, психологическим портретам героев, духу, внутренней сущности, если хотите душе, фильм Линча гораздо ближе к первоисточнику, чем сериал. Поэтому, на мой взгляд, Дюна 80-х это Дюна и есть, пусть и доработанная напильником, а Дюна 2000-х это лишь нечто похожее на Дюну. Это все на сегодня. С вами был Красный Циник. Смотрите хорошие фильмы, читайте хорошие книги. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...